Мы сейчас находимся, на самом деле, в уникальном месте, на уникальной плантации. Такого нет не только в Беларуси, но и даже в Европе нигде. Нашу плантацию в обществе 1985 года, первые чеки заложили, но подсмотрели это все в Америке. Решили это все, так скажем, перенести в Советский Союз. Ну, а в Советском Союзе, так скажем, самые исполнительные, самые работящие – это белорусы. Поэтому вот мы не смогли отказаться от такого, так скажем, подарка. И вот уже 29 лет в конце октября, пролетая над Полесьем, можно увидеть ярко-алые водоемы, которые до самых берегов полны витаминами. На 40 дней здесь разворачивается своя уборочная компания. Если по порядку, то крупноплодную клюкву здесь выращивают вот в таких нишах. Их называют чеками, как когда приходит время собирать ягоды, чеки по гектару заполняют водой, а тракторы отправляются бороздить импровизированные болота. На гусеницах машины не повреждают ягоды, при этом тщательно сбивают их с каждого куста. Легкая клюква всплывает, а дальше исключительно ручной труд. Добро пожаловать в болото! Тут без помощи не справиться! Вот оно, приспосабливаются наши ребята. Ну, ребята, которые по 10 лет работают тогда? Да, тут и 10, и 15, уже есть старожилы. Что для журналиста красиво, а для оператора фотогенично, для сотрудников предприятия 12-часовой труд. Выходят с рассветом, заканчивают, когда начинает темнеть. Можем идти работать? Да, можем, можем. Только надо сначала взять вот вилы. Видите, труд такой сильный. Сильный. Для сильного человека потихоньку заходите. Так. А вы хорошо знакомы с процессом, да? То есть вы и сами можете? 127 лет, это все-таки не просто так. Знакомы все, проходили все это. В воде только и разговоров о том, что в этом сезоне с погодой повезло. Были годы, когда тракторы разбивали лед, а работать приходилось под мокрым снегом. 2019-й по урожайности пусть и не образцовый, зато уборка под солнцем. И дальше каждая ягодка на счету. Тут самое главное делать, так скажем, движение. Так, держите теперь вы. Берете. Вот так. Сначала захватили, да, мусор, видите, с мусором раз, и под воду прячете, чтобы ягода всплывала. Полынья, когда образовалась, вот видите, уже тут ягодки мало. Ой, подхватили там. Еще раз. О, видите, а потом полынья все ее смываем. Все равно больше надо. Реже движение. Это, в общем, не женских рук тела. Для нас действительно красное золото, потому что это наши деньги. Понимаете, такое предприятие, оно, в принципе, мы живем на этой ягоде. На клюкве и на голубике. Бывает, хороший урожай, значит, год проживаем лучше. Хуже, ну, немножко, так скажем, поджимаем пояса, поэтому так вот. Как тут уже наработаем с агрономами и с Богом. В чем-то полагаясь на высшие силы, каждый год здесь совершенствуют и технологии. 50% урожая всегда на экспорт. Причем полесская чудо-ягода уезжает в Россию, Польшу и даже Англию. Клюква вполне могла бы стать одним из национальных брендов. Не потому что красивая, а потому что полезная. Для тех, кто, значит, садится на диету и прочее, то этот пектин нужен, как, скажем, как воздух. На ней худеют. И антисептик по температуре. Она вообще вкусная. Ее можно отсюда попробовать? Вам скажу, что я только в октябре и ем. Видите, вот покраснее. Давайте. И она уже сочнее, чем в начале, понимаете? Чувствуется, что соку много, понимаете? Прямо витамины вкусные. Из болота уже чистая клюква поступает на транспортер. Дальше еще несколько этапов сортировки, экзаморозка и ищите на прилавках. Сейчас на предприятии разрабатывают новые виды продукции. Ягоду будут вялить, сушить, чтобы попробовать красное поляское золото захотелось каждому. А с такой длинной и очень красивой историей белорусский деликатес точно приобретает не только целебную силу, но и особенный вкус. Это восполнение того уже генетически востребованного, так скажем, продукта, который есть у нас, у Полишукова, у белорусов. Вы вот когда последний раз болели? Вот, вот, вот. Анна Булковец, Владимир Слиш, наши новости, субботний выпуск.